Это программа День с Толком в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Алтайском крае создали петицию о сохранении памятника Алёша в Болгарии. Глава Барнаульского гора электротранса под домашним арестом. С чем может быть связано внимание правоохранителей? Тренажерный клуб для инвалидов, закрытый полгода назад, обрел новый дом. В каких условиях теперь занимаются барнаульские инваспортсмены? Алтайские поисковики запустили петицию в защиту памятника Алёши в Болгарии, который местные власти просили снести. Сообщалось, что вопрос о демонтаже монумента, прообразом для которого является наш земляк, участник Великой Отечественной войны Алексей Скурлатов, был вынесен на рассмотрение парламента города Пловдив 17 января. Памятник Алёши, воздвинутый болгарами в знак благодарности русскому воину-освободителю, высится над Пловдивом почти 70 лет. С момента распада Советского Союза предпринималось несколько попыток его сноса. И вот об очередной из них стало известно в минувшую пятницу 11 января. Рассмотреть парламентом Пловдива вопрос о сносе Алёши попросили два местных муниципальных советника. Информация об этом быстро разошлась в СМИ. И в тот же день петицию с целью сохранения советского памятника запустили алтайские поисковики. На данный момент собрано несколько сотен подписей в защиту Алёши. На сегодня петиция распространяется достаточно быстрыми темпами. Мы её распространяем через сообщество российского и историческое сообщество нашего Алтайского края, поисковое движение России, нашего Алтайского регионального отделения. Ну и, конечно, просьба моя, как можно больше людей охватить тем, чтобы подписали эту петицию. Прошу распространить её далее по своим друзьям, знакомым, по тем сообществам, куда вы входите. Я думаю, что отклик будет однозначно. Подписать петицию можно на сайте change.org. Известно, что её поддержали депутаты Государственной Думы России, которые будут продвигать петицию на международном уровне. А между тем, пару часов назад появилась свежая информация о том, что парламент Пловдива не будет рассматривать вопрос о демонтаже памятника Алёше 17 января, как задумывалось изначально. Парламентарии настаивают на том, чтобы вопрос решался после народного референдума. Но в любом случае, считают алтайские общественники, защита Алёше, прообразом для которого стал алтайский Алексей Скурлатов, сегодня не помешает. Руководитель Барнаульского гороэлектротранса Николай Петряшин находится под домашним арестом. Правоохранители вменяют ему превышение должностных полномочий, причём из корыстной или личной заинтересованности. Портал «Толк» уточняет, что в середине ноября суд удовлетворил иск о проведении осмотра жилья Петряшина, а уже 30 ноября арестовали его имущество. То, что в отношении руководителя предприятия идёт следствие в пресс-службе гороэлектротранса, не подтвердили. Однако известно, что на работе он давно не появлялся, а его обязанности временно исполняет главный инженер гороэлектротранса Александр Возный. Погода испытывает напрочность. Четвёртый с начала года шторм в крае не обошёлся без массовых ДТП. Сейчас на дорогах сильно гололедится. Водители и пешеходов просят быть предельно внимательными. Массовая авария во время метели случилась на трассе Барнаул-Бийск. Столкнулись сразу три легковых авто. Одно из них улетело в кювет. Есть пострадавшие. В других районах из-за сильного ветра с дорог слетали даже большегрузы. В итоге было принято решение перекрыть движение на нескольких трассах, в том числе по направлению Набийской и Казахстан. А в городах, между тем, сначала всё плыло, а при понижении температуры превратилось в сплошной каток. Сильный гололёд сохраняется и сегодня. Госавтоинспекция рекомендует быть предельно внимательными и водителям, и пешеходам. А вот жители Чесноковки одного из районов Новоалтайска просят обратить внимание на их проблему. При сильном ветре над населённым пунктом возникает опасная светомузыка. Искрят провода линии электропередач. Добавим, наступившая неделя, судя по прогнозам синоптиков, должна быть более устойчивой в температурном плане. Перепадов из минусов плюс не ожидается. Будет морозно и солнечно. За последние дни в Новосибирске совершили экстренную посадку сразу два пассажирских самолёта. Первый инцидент произошёл 13 января с авиарейсом «Москва-Барнаул» авиакомпании «Победа». Экипаж доложил о технической неисправности в небе над Омском. Как сообщают на авиационном ресурсе в Телеграм-канале, произошёл отказ правой бортовой инерциальной системы. При такой неисправности возможна автоматическая посадка судна. Командир корабля принял решение приземлиться на Новосибирском аэродроме. Из Толмачёва рейс вылетел спустя 2,5 часа и благополучно приземлился в Барнауле. А сегодня утром стало известно, что экстренную посадку в Новосибирском аэропорту совершил ещё один самолёт авиарейса «Горноалтайск-Салихард». Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Предварительная причина – техническая неисправность. Пострадавших нет. Воздушное судно не будет эксплуатироваться до выяснения обстоятельств. К другой теме. Искусственный интеллект занимает места работников здравоохранения. Речь о голосовом помощнике, который тестирует в Краевом диагностическом центре. Он заменяет медсестру и сам заполняет все необходимые пациенту бумаги. Как это работает, разбирался Данил Кузнецов. 39, 14, 15. Эти цифры в протоколе больного появляются без помощи клавиатуры и мышки. Программа с элементами искусственного интеллекта вводит их сама. Врачу достаточно лишь произнести нужные слова в гарнитуру. Алтайский край – один из первых регионов Сибири, где внедряют новую технологию. Пока это делают на базе диагностического центра в отделении УЗИ. Благодаря нововведению некоторые доктора начали справляться без медсестер. Часть специалистов уже оценила такой подход. Есть образование. То есть медсестры, мы их диктуем полностью. То есть надо полностью продиктовать, какое, структуру, все, размер. В случае с искусственным интеллектом мы можем назвать одно слово, и происходит автозаполнение. То есть мы должны продиктовать только размер образования. По словам врачей, программа вполне удачно справляется с задачами медсестры. Времени на одного больного зачастую ходит столько же, не считая редких технических заминок. Поэтому пока разработка будет бороться с кадровым голодом, средний медицинский персонал сможет сосредоточиться на инвазивных процедурах, где нужно работать руками. Пока есть технические сложности, и пока разработаны не все структурированные протоколы, и поэтому у нас еще 24-й год по плану, если все пойдет хорошо. То есть к концу 24-го года мы 80% врачей должны освободить от медицинских сестер. Сложности связаны с введением программного обеспечения в общую систему диагностического центра. Пока что есть проблемы с правильным распознаванием речи и протоколами. Чтобы выполнить намеченные цели, нужно до конца года сделать 43 шаблона для приема под разные обследования. Сейчас готово только 6. Обновления для программы выходят не реже раза в месяц. А благодаря искусственному интеллекту развитие не останавливается никогда. То есть программа сама учится, когда врач наговаривает, она видит какие-то закономерности в его речи. То есть она сама распознает, она сама работает над исправлением ошибок. Сама практически начинает понимать, где ставить запятые, где ставить пробелы. То есть она самообучаема. Для того, чтобы использовать технологии в других медучреждениях, потребуется специальное оборудование и ПО. Посадить искусственный интеллект на место 10 медсестер обойдется примерно в 400 тысяч рублей. В диагностическом центре уже готовы делиться своими наработками по программе. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Удержать и привлечь новые медицинские кадры – такую задачу ставит перед собой Минздрав Алтайского края в 2024 году. Плюс 200 врачей в 2023-м, по словам руководителя ведомства, повод для дальнейшей работы и пополнения специалистами поликлиник и больниц. Причем в большей степени средним медицинским звеном. Рассказал Дмитрий Попов и то, как будут решать эту задачу. Здесь разные форматы службы сопровождения молодых специалистов, поддержка материальная и наших стажированных врачей, социальные выплаты. Все это должно находить отражение в каждой медицинской организации. При этом и совокупный доход, и уровень заработной платы, конечно, должен расти у медицинских работников. Сегодня весь край жителей других регионов следили за перелетом необычного пассажира. Мальчик из Михайловского района, который получил тяжелейшую травму головы, наконец смог отправиться на лечение в Москву. За судьбой Тимофея следят и многие наши зрители. Подробнее в сюжете. Радость мамина. Судорки мучают моего сладенького. Тимофей из Михайловского района разбил сердца людей со всей страны. С сентября прошлого года он прикован к больничной койке. Упав с велосипеда, ребенок получил серьезную травму головы. Образовалась огромная гематома. Часто Тимофея приходится вводить в медикаментозный сон из-за постоянной боли. От того, что у него постоянные судороги и спастика на руках, у него начинают деформироваться ручки и ножки. Я очень боюсь за ноги. Если начнут деформироваться ноги, то в будущем он просто не сможет ходить. Он может остаться инвалидом на всю жизнь. А я все равно надеюсь на то, что мне удастся его поставить на ноги. Несколько месяцев мама Тимофея добивалась госпитализации в федеральный центр. И что-то постоянно мешало. Но семья не опускала руки. Транспортировка у нас мы взаимодействуем совместно с благотворительным фондом. Для того, чтобы осуществить саму транспортировку туда и дальнейшее лечение ребенка. Согласованная дата госпитализации на 15 января. Кроме того, стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль госпитализацию ребенка. Этот день настал. Сегодня утром Тимофея увезли из больницы в аэропорт. Как сообщает его мама, они благополучно приземлились в Москве и уже встретились с медиками. Перелет Тимофей перенес хорошо. После лечения потребуется длинная реабилитация, на которой уйдет много средств. В прошлом году у Олеси умер муж, и теперь женщина тянет на себе всю семью. Поэтому любая посильная помощь не будет лишней. Мы обязательно будем следить за историей Тимофея и рассказывать о его победах. В базовую программу обязательного медицинского страхования включили консультацию психолога. Но воспользоваться ей смогут не все категории граждан. Бесплатную помощь получат пациенты, которые состоят на диспансерном учете, ветераны боевых действий, а также женщины в период беременности, родов и в послеродовой период. В список заболеваний входят хронические вирусные гепатиты В и С, ВИЧ, сердечная недостаточность, новообразование, алкогольный цирроз печени, заболевания с нарушением формирования пола и ряд других. Ранее жители Алтайского края могли получить психологическую помощь платно или бесплатно в краевом специализированном учреждении. Теперь в поликлиниках откроют кабинеты медико-психологического консультирования, куда нуждающиеся смогут попасть по направлению после предварительного осмотра участкового терапевта. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы выяснить мнение барнаульцев, насколько важна такая мера поддержки в наше время и почему. Я считаю, что важно, потому что у нас постоянно говорят, что проблемы с психическим здоровьем, еще с чем-то, потому что из-за проблем, стресса и других факторов является накопительным эффектом, который и взаимодействует на наше эмоциональное здоровье, а оно и на физическое. То есть там усталость, еще что-то, и тогда уже ничего не хочется заниматься по логике. Я думаю, что это очень важно, потому что немногие люди подозревают о своих проблемах. Это может обеспечить как комфортно жить самому себе, так и окружающим. Если люди скрывают, люди, допустим, стесняются пойти, но если бы это было в поликлинике, я так думаю, что люди бы пошли, потому что у людей внутреннее есть, что они психологически не могут справиться, а куда-то пойти они не могут. Но в силу того, чтобы даже записаться, вот сейчас, допустим, но люди, допустим, моего возраста, не все, допустим, могут онлайн, там как-то с телефоном владеют, чтобы записаться. Психолог, по-моему, вообще не врач, а так пустая затея. Есть психиатр, это врач, а психолог, это болтун, деньги, которые, конечно, в ОМС их включать ни в коем случае не надо. У психологов, считаю, что можно вести, почему нет, чтобы понизить какую-то напряженность в общественном слое, люди будут приходить, и нередкие случаи, что происходят какие-то стычки, недопонимания, и сразу можно обратиться к психологу по той или иной причине. Я думаю, что да, важно, потому что сейчас психологическое состояние у многих людей очень такое, депрессии, и я думаю, что кому-то они помогут, эти психологи. Спустя полгода простоя, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из клуба Инваспорт сегодня вновь приступили к тренировкам. Напомним, в начале лета они вынужденно покинули предыдущий зал, находившийся в подвале. Однако на улице не остались. Новое помещение предоставила администрация города. Всех ли устроил переезд, и каковы ближайшие планы клуба, об этом расскажет Татьяна Голубева. Саш, тренажер этот привычный? Да, то, что закрытие старого зала практически каждый день. Знакомые все лица этих людей первый раз мы показывали в августе 23-го. Повод был печальный. Спортсменам с ограниченными возможностями здоровья пришлось прекратить тренировки в привычном зале. Вердикт такой – небезопасно. Подвал, еще и трубы отопления рядом. Но без тренировок они не остались. Уже сегодня Александр Ставских вновь на тренажере в светлом и просторном помещении. Помогли администрация города и Минспорта. Ну, пока только плюсы. То есть удобнее подъезжать. Если там не приходилось спускаться в подвал, то здесь пандус зашел сразу на первый этаж и все. Тренажеры все те же, но появились раздевалки. Приспособленные для инвалидов душевые сделали косметический ремонт на выделенные городом средства. Правда, этих работ недостаточно. Все же 380 квадратов. Заниматься в помещении бывшего детского садика в самом центре Барнаула можно по-прежнему бесплатно. За 100 рублей ежемесячных членских взносов. Сумму, возможно, придется немного поднять. Коммуналка будет съедать практически все. Мы рассчитываем по предварительным таким наброскам, это где-то порядка 40 тысяч рублей. Хватать будет вот этих взносов? Или где вы планируете брать? Безусловно, работа со спонсорами, безусловно, работа с партнерами, членские взносы. Максимально возможные привлечения из всех источников. Игоря Казанцева на посту руководителя инваспорта сменил многим известный Вячеслав Кайгородов. Говорит, сил и желания достаточно, чтобы сделать новое место по-настоящему притягательным. Здесь уже можно заниматься не только на тренажерах. Есть два теннисных стола, все необходимое для игры боча. Планируется расширить тренерский состав, который в том числе будет заниматься с детьми-инвалидами. Раньше в подвале их почти не было. Опасно. Здесь много воздуха. Видим, потолки очень высокие. Открываются форточки везде. Как тренеру и спортсмену вам здесь чего бы еще хотелось, чтобы появилось и чего здесь сейчас все-таки пока нет? Ну, разминочной зоны нет нормальной. Все забито тренажером, нужно разминочную зону. Ну, мы организуем, я думаю, современно. Ремонт, конечно, необходим. Давайте будем говорить честно, что здесь необходимо вложение. Года три, а то и больше понадобится на то, чтобы все планы спортсменов, тренеров и руководства клуба реализовать. Но они не жалуются. Наоборот. Мне хочется, чтобы в инваспорте появился, скажем так, серебряный фитнес. Мы хотим привлечь людей пожилого возраста для того, чтобы они занимались физической культурой, фитнесом. Скорее всего, вот сейчас в качестве задумки мне хочется, чтобы появился веселый фитнес для детей. Не все люди быстро и легко адаптируются к новому. Но я думаю, что будет по-другому, но по-другому не значит плохо. По-другому значит лучше. Пока зал работает в так называемом лайт-формате, три раза в неделю. Чуть позже загрузка поменяется. Партнерские отношения с администрацией города и Минспорта планируют сохранить. Но любая другая помощь тоже не помешает. Ведь многие тренажеры клуба уже требуют замены. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Алтайский Фризин в честь Дня российской печати наградил за сотрудничество журналистов краевых изданий. Среди удостойных внимания были представители телеканала «Толк». Прямо с рабочего места сразу открывает. В 2023 году в Крае вышло почти 700 телевизионных сюжетов, радиопрограмм, фоторепортажей, публикаций про алтайских осужденных. А совместно с нашим телеканалом «Овсин» запустил уникальный для региона проект «Я раскаиваюсь». Его авторам, журналисту Валентине Аскеровой и оператору Андрею Печоркину сегодня вручили награды. В целом за объективное освещение работы уголовно-исполнительной системы поощрили 14 журналистов и представителей общественных организаций. Я в принципе специализируюсь на теме криминала, а как мы знаем, это как раз таки и есть специфика «Овсин». Поэтому я рассказывала про резонансные случаи, которые происходили у нас на территории как Барнаула, так и Алтайского края. Ну и собственно в этом мне очень помогали в управлении. Пресс-служба является одной из самых открытых у нас в Алтайском крае, я считаю, потому что всегда, когда к ним обращаешься, они обязательно тебе помогут, предоставят всю необходимую информацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!